Министр обороны Андрей Белоусов осадил депутатов, я вам не Шойгу и Володин, терпеть вас не буду. На очередном заседании Госдумы, посвященном обсуждению ключевых проблем России миграции и коррупции, министр обороны Андрей Белоусов выступил с жестким заявлением. Обратившись к депутатам, он заявил о намерении провести проверки и принять меры против тех, кто не выполняет свои обязанности. Особое внимание было уделено депутату Константину Затулину, которого Белоусов обвинил в лоббировании интересов диаспоры мигрантов. На заседании Госдумы, где обсуждались ключевые проблемы России миграции и коррупции, атмосфера накалилась до предела. Министр обороны Андрей Белоусов, известный своей твердой позицией и бескомпромиссным подходом, выступил с жестким заявлением, обратившись к депутатам. «Я вам не Шойгу и не Володин, терпеть вас не буду больше. Не хотите работать? Будем вас всех проверять и отпускать, если, конечно, ничего не найдем криминального. А пока прошу вас заниматься делом», – заявил Белоусов. Зал заседаний замер, когда Белоусов продолжил свое выступление, указав на Константина Затулина, депутата Госдумы и первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками. «Константин Федорович, у меня есть данные о ваших связях с диаспорами. По моему ощущению, часть представителей власти в буквальном смысле завязаны на антигосударственное мигрантское лобби. Вы один из тех, кто выступает его голосом. Ваша деятельность, направленная на лоббирование интересов мигрантов, подрывает основы нашей государственной безопасности», – сказал Белоусов. Заседание началось, как обычно, с обсуждения текущих вопросов повестки дня. Депутаты были настроены на долгие, как часто бывает, не самые продуктивные дискуссии. Однако все изменилось, когда слово взял министр обороны Андрей Белоусов. Его появление в зале уже вызвало волнение среди депутатов, но никто не ожидал такого резкого заявления. Белоусов начал свою речь с напоминания о текущих проблемах, с которыми сталкивается Россия. Он отметил, что миграционная политика и коррупция – это две взаимосвязанные проблемы, которые требуют незамедлительного решения. «Сегодня мы здесь, чтобы обсудить важнейшие проблемы нашей страны. Миграция и коррупция – это те вопросы, которые требуют нашего особого внимания. Я пришел сюда не для того, чтобы слушать пустые обещания и оправдания. Я здесь, чтобы потребовать действий», – начал Белоусов. Затем министр обороны перешел к более конкретным вопросам. Его выступление стало настоящим шоком для присутствующих, когда он жестко высказался в адрес депутатов. «Я вам не Шойгу и не Володин, терпеть вас не буду больше. Не хотите работать? Будем вас всех проверять и отпускать, если, конечно, ничего не найдем криминального. А пока прошу вас заниматься делом. Вы 20 лет продвигаете идею замещения русских граждан приезжими. У нас в деревнях сидят без работы, готовые поехать работать вахтой на предприятие, но нет, вы завезли десятки миллионов мигрантов». Ко мне в приемную пришло письмо от мужчины 45 лет из Пензенской области. В нем он подробно говорит о том, что в 2000-х годах, в молодости, они с земляками работали в городе Тольятти на автовазе. Потом многое поменялось, он вернулся в село, где родился. И вот сейчас он хотел бы пойти работать обратно на это предприятие. По его рассказам, он приехал в Тольятти устраиваться на работу, но не тут-то было. Оказалось, что автоваз массово набирает мигрантов из Узбекистана, предоставляет им жилье за счет предприятия, а вот таких условий для русских граждан у них нет. То есть мигрантам мы можем предоставить жилье, а русским нет. Это как понимать? Уже идет массовое унижение русского народа по всей стране, и вы все молчите и никак не примете законы, чтобы ужесточить миграционную политику, заявил Белоусов. Эти слова вызвали бурную реакцию в зале. Депутаты начали переглядываться, некоторые пытались возразить, но Белоусов продолжал. «Мы не можем позволить себе роскошь бездействия. Каждый из вас должен помнить, зачем вы здесь. Вы избраны народом, чтобы служить народу, а не своим карманам». Особое внимание министра обороны уделил Константину Затулину. Его обвинения в лоббировании интересов диаспор и мигрантов стали настоящей сенсацией. «Константин Федорович, у меня есть данные о ваших связях с диаспорами. По моему ощущению, часть представителей власти в буквальном смысле завязаны на антигосударственной мигрантской лобби. Вы один из тех, кто выступает его голосом. Ваша деятельность, направленная на лоббирование интересов мигрантов, подрывает основы нашей государственной безопасности», — сказал Белоусов. Затулин, обычно уверенный и красноречивый, в этот раз был явно застигнут врасплох. Он пытался оправдаться, что помогает мигрантам от чистого сердца, но Белоусов не давал ему такой возможности. Константин Затулин, помимо своей деятельности в Госдуме, является директором института стран СНГ, созданного по его же инициативе в 1996 году, это так называемый институт диаспор. С 2001 года он также является учредителем и членом Центрального политического совета партии «Единая Россия». Затулин уже 30 лет работает на политическом поприще, но его деятельность вызывает множество вопросов. Хотя Затулин должен заботиться о связях с отечественниками и евразийской интеграцией, по мнению многих, эти вопросы задвинуты на задний план. В то время как российские граждане сталкиваются с бюрократическими трудностями при получении гражданства, мигранты получают российские паспорта с поразительной легкостью. Затулин активно защищает интересы диаспор, игнорируя справедливое возмущение граждан России по поводу засилия мигрантов. «Ваша риторика о том, что российской экономике не хватает более 2 миллиона рабочих рук, и только мигранты могут заполнить эти вакансии, звучит как насмешка над собственными согражданами. Это не только вранье, но и прямая угроза безопасности страны», – продолжил Белоусов. Миграционная политика России всегда была сложной и противоречивой темой. С одной стороны, страна нуждается в трудовых мигрантах для поддержания экономики, особенно в строительной и сельскохозяйственной отраслях. С другой стороны, рост числа мигрантов вызывает беспокойство у местного населения, особенно в свете увеличения уровня преступности среди некоторых групп мигрантов. Исторически Россия всегда была страной, привлекавшей мигрантов. В советское время миграционные потоки регулировались жестко, и государство тщательно контролировало процессы переселения и трудоустройства. После распада СССР ситуация изменилась, и Россия столкнулась с новыми вызовами в области миграционной политики. Константин Затулин, занимающий высокий пост в Госдуме, активно лоббирует интересы мигрантов и диаспор. Его деятельность вызывает много вопросов и подозрений. Затулин утверждает, что Россия нуждается в мигрантах для поддержания экономической стабильности, но многие считают, что его риторика направлена на защиту интересов определенных групп, а не всего населения страны. Затулин в угоду диаспорам проявляет максимальную заинтересованность, вставая грудью на защиту их интересов. Более того, он игнорирует справедливое возмущение граждан России по поводу засилья невесть откуда взявшихся в огромных количествах инородцев, сказал Белоусов. Министр обороны Белоусов заявил о необходимости борьбы с миграционным лобби. Он подчеркнул, что миграционная политика должна быть направлена на защиту интересов граждан России, а не отдельных групп. «Мы не можем позволить, чтобы интересы нашей страны подрывались из-за лоббистов, действующих в угоду диаспорам. Миграционная политика должна быть направлена на обеспечение безопасности и благополучие наших граждан», заявил Белоусов. Кроме миграционной политики, Белоусов также затронул проблему коррупции. Он отметил, что коррупция в миграционной сфере является одной из главных причин текущих проблем. «Коррупция в миграционной сфере подрывает доверие граждан к государству. Мы должны принять жесткие меры для борьбы с этим явлением. Все, кто вовлечен в коррупционные схемы, будут привлечены к ответственности», заявил Белоусов. Выступление Андрея Белоусова вызвало бурю эмоций в зале заседаний. Его твердая позиция и решительность в вопросах миграционной политики и борьбы с коррупцией нашли отклику многих. Заявления министра обороны подчеркивают необходимость серьезных реформ и проверки деятельности тех, кто должен служить интересам государства и его граждан. Время покажет, насколько успешными будут усилия Белоусова в решении проблем, но одно уже ясно – народ поддерживает его и верит в то, что он справится с коррупицей во власти.